Новое видео выходит каждый день в 20.00. Вы знаете, я на ютубе уже достаточно продолжительное количество времени. На самп ютубе, разумеется, я был меньше, чем в целом на всем ютубе. На летсплеях, на влогах, на блогах, на техноблогинге и на всем-всем прочем. Однако, заметить явную деградацию по контенту у самперов намного проще, нежели в каком-нибудь техноблогинге и так далее. Все дело в том, что из каких-то актуальных серверов, которые каждый день стараются выпускать какие-то новые обновления, радуя своих игроков, их с каждым днем становится все меньше. Да что уж там меньше. Одна только Аризона пытается добавлять что-то новое и постоянно совершенствовать уже имеющиеся у нее на данный момент системы. И это все сводится к тому, что самп ютуберы изжили абсолютно весь контент. Вернее, не сам ютуберы изжили, а сам контент изжил сам себя. Ведь что изначально было популярно? Летсплеи. В данных летсплеях было все что угодно. Ты мог просто там час бегать по какому-нибудь штату, что-то рассказывать, это был летсплей, все было классно. Потом такие летсплеи, часовые, перестали смотреть. И они пришли к купил машину, продал машину, купил дом, продал дом, работаю дальнобойщиком 10 минут, получаю там аппу и какой-нибудь 15 скилл, не знаю, что-то наподобие того. И сейчас все свелось к тому, что имеются самперы, которые делают какие-то там админ будни, это те же летсплеи, просто немного другое. А есть Долорензи, который делает те же летсплеи, просто это немного другое. Это летсплеи, но данные летсплеи, они просто в красивой обертке. И не более того. Это все, чем они отличаются от каких-то других побочных летсплеев и многое другое. И есть еще разговорный контент, которым я сейчас плотненько так занимаюсь, потому что не вижу себя в каких-нибудь летсплеях, обзорах серверов. Хотя, сервера я бы пообозревал, на самом деле, такие, знаете, часовые какие-нибудь, такие большие, со всей информацией, со всем прочим. Вот такие вот обзоры я бы поснимал, на самом деле. Но недостаток времени дает о себе знать. Соответственно, я не могу себе позволить снимать какие-то большие обзоры и занимаюсь разговорным контентом. Как мне кажется, в сам ютубе разговорный контент на данный момент, это прямо вот на вес золота он. То есть, это максимально то, что может быть. Это всегда интересно смотреть. Это редко, когда перестанет... Ну, вернее, не редко, когда перестанет быть, немного неправильно сформулировал. Это, ну, мала вероятность, что это перестанет быть актуальным, в отличие от тех же летсплеев. То есть, летсплеи, там уже люди видели всё. Вот только сейчас появляются какие-то новые летсплеи, когда, опять же, Аризона выпускает какое-нибудь глобальное масштабное обновление, которое задействует большое количество разнообразных систем, как старых, так и новых. И в том случае у летсплейщиков появляется второе дыхание, и они делают свои летсплеи гораздо интереснее, чем они были до этого. Потом, вот эти вот все летсплеи и так далее, они пришли к чему-то пиздец. Просто какой-то полнейший пиздец. Это были уже не видеоролики, это были стримы по типу, работаю на ферме 10 часов, работаю там на заводе 10 часов. Естественно, этот весь хайп вокруг вот этих вот 10 часов запустил никто иной, как Сэм Джонс, но так или иначе, сейчас делают уже поменьше. Из всего контента, который остался, остались какие-то админ будни, проверки на РП, вот эти вот, знаете, фани сампы у Батл Кула. У Батл Кула, кстати, вот эти фани сампы заходят очень хорошо, красава. И что? Больше ничего не осталось. А ранее сколько было разнообразного и интересного контента в Сампе? Наверное, в силу того, что люди еще мало чего знали о данной игре, вот как самп. То есть, они, допустим, не могли пойти в ПД или еще куда-либо, там в банду не могли попасть. А вот летсплейщики, они все это делали, они показывали вот эту вот всю кухню изнутри. Допустим, какой-то человек вот выбирал себе сервер для того, чтобы на нем поиграть. Он заходил, смотрел обзоры. И сейчас все эти рубрики, они изжили сами себя. Вот сколько просмотров собирается на летсплеях? Кто вообще смотрит летсплей? Новорожденные какие-нибудь там, я не знаю, люди и так далее? Сейчас летсплей это же абсолютно какая-то неинтересная каловая масса. Больше там нету абсолютно ничего. Тем более, сейчас эти летсплеи, они делаются, знаете, не на какой-то благотворительной, как бы, я не знаю, помощи или что-то наподобие того. Они все делаются за деньги. А продукт, за который тебе платят деньги, он автоматически не может быть сделан качественно. Если только тебе не платят какие-нибудь там, я не знаю, баснословные суммы. Только в том случае ты стараешься. И то не все, и то не всегда. И то найдите такой сервер, который тебе заплатит такую сумму денег за какой-нибудь обычный летсплей. Это же, ну, прям маловероятно. И то есть, раньше, кладезь контента, он был огромаднейший. Открывалось большое количество огромнейших серверов. Делали огромнейшее количество обновлений, разнообразные сервера, дабы перебить по онлайну друг друга. Но сейчас этого не происходит. Все почему-то вот отдали весь онлайн Аризоне и не пытаются его как-то забирать. Аризона каждый месяц делает какое-то уникальное обновление. Сервера, у которых там, я не знаю, онлайн вообще минимальный. Делайте обновления каждую неделю. Ведь, я не знаю, при этом не стоит забивать на качество. Нанимайте команду из миллиарда скриптеров. Я не знаю, как это можно сделать. И в том, что контент изжил сам себя, ни в коем случае не виноваты ютуберы. Хотя их вина тоже есть. Однако же, в этом по большей степени виноват сервера. Виноваты сервера и проекты в GTA Samp. Потому что, ну, абсолютно нечего снимать. И вот даже форматы, которые есть в сам ютубе. Ну вот что, какие вот там форматы сейчас есть. Админ будни, там, купил аккаунт за 50 рублей. Что сможет купить бомж, там, за 10 рублей. И так далее. Купил аккаунт за 10 рублей, задатил на него миллиард рублей. Я не знаю. Это же все отголоски летсплеев. Это тот же самый летсплей. Просто тут придумана более какая-то интересная идея и так далее. И как по мне, сейчас вот самый лучший контент в GTA Samp, который только можно придумать, это разговорные ролики. Потому что лично я летсплей смотреть не буду. В силу многих факторов. Но я думаю, что я не один такой. Что большинство людей сейчас не будет смотреть летсплей. Ни в коем случае. Большинство людей на данный момент будет смотреть какие-нибудь там, я не знаю, ну вот разговорные ролики. Опять же, разговорные ролики это кладезь контента. И как же хорошо, что на данный момент разговорными роликами занимаются, ну от силы, там, 2-3 человека. То есть, я, Ангел Касада, Эмпайр. Кто еще занимается разговорными роликами в Samp? Ну, разве что Ант Беринг. Но я давно не был на его канале. Я не знаю, чем он сейчас занимается. Вполне возможно, что он это уже тоже забил. Хотя, вряд ли. Это же такой контент, который сам по себе себя не сживет. Блять, что я только что сказал? Не важно. Ведь в Samp каждый день происходят какие-либо события. Открываются, закрываются новые сервера. А появляются какие-то новые обновления и не только. И об этом, обо всем можно рассказывать. Просто много кто об этом молчит. И не все читают вот эти вот, знаете, самбы журнала по типу Sam World, Rockstar Bombit. Или, не дай бог, Life Samp. В общем, ладно. Я думаю, что я сказал все, что хотел. Если вам есть, что добавить, пишите в комментарии. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.